приветствую коллеги ассалам алейкум мир дому вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен базовым навыкам работы с баш ну а конкретно будем выполнять сохранение вывода команды в переменную поэтому если вы на месте если вы готовы с вас плюс в чат ну или в комментарий ну а я буду начинать для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко и сертифицированный инструктор академии циска и linux professional института кандидат технических наук по специальности информационной технологии ну а здесь я представляю университет садиком где мы помогаем студентам начать эти карьеру один специалистам повысить квалификацию повысить экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высококвалифицированные кадры мастер-класс это новый формат обучения основанный на принципе learning by doing обучение на практике ну или практическое обучение соответственно коллеги я буду все рассказывать показывать объяснять демонстрировать ваша задача за мной все повторить как результат у вас появятся вот те самые знания умения и навыки которые вы сможете продать работодателю зарабатывать больше ну и вообще изменить свою жизнь к лучшему к стабильному прогнозируемому лучшему поэтому присоединяйтесь и так друзья что же нужно вам для того чтобы у вас получился в сегодняшний мастер-класс для этого вам необходимо вот та самая оболочка ваш собственно любой linux вашем у меня вот пожалуйста все это дело есть поэтому как бы приготовьте следующий важный момент коллеги я специально для вас написал статью в нашем блоге как сохранить вывод команды в переменную и соответственно я буду все выполнять по статье ссылку на эту статью вы найдете в описании под видео ну или в чате поэтому переходите по ссылке открывайте ну и вы сто процентов выполните этот мастер-класс поэтому ну как бы намного легче там до control c control v дело чем переписывать с youtube а где качество не очень хорошие поэтому переходите по ссылке и у вас все должно получиться и так двигаемся дальше первый самый важный момент вопрос да что же такое переменная коллеги до переменная это некая область памяти куда вы можете записать какие-то ваши данные но потом с этими данными работать что важно то что вот это самый вот этот самый кусок памяти куда вы будете записывать он имеет имя таким образом вы обращаетесь к этой памяти где что-то у вас там записано по имени по имени да таким образом каждая переменная имеет имя и соответственно вы к переменной обращайтесь по имени вот такой вот принцип этого дела и так как же мы будем сохранять вывод команды в переменную ну вот как обычно да то есть мы имени присваиваем вывод вот той или иной команды здесь может быть два варианта вариант номер один можно выполнить присвоение через доллар и в скобках написать ту команду которая должна что-то там выполнить ну или можно выполнить присвоение с помощью обратных кавычек значит кавычки в линуксе помните да кто там кто у нас еще не учился на курсе линукс нуля коллеги добро пожаловать значит в линукс нуля изучается кавычки очень важная тема соответственно кавычки есть одинарные двойные и обратные так вот для того чтобы вот сохранить вывод команды в переменную можно использовать обратные кавычки но я вам крайне рекомендую именно вариант номер один это с долларом и скобками почему потому что обратные кавычки не все знают что это такое где они находятся значит для тех кто не знает где они находятся там где русская буква йо на клавиатуре ну или слева вверху под эскейпом но это у меня на нас и на сингпаде вот если вас там другая клавиатура только говорится надо будет поискать так вот почему доллар скобками лучше использовать потому что не все то есть вы можете например написать скрипт отдать вот где-то его там разместить отдать кому-то передать о вас в отделе еще какие-то там есть айтишники которые не знают что такое кавычки вообще в принципе и что они бывают обратными ну и соответственно дальше человек может это не знать и это приведет каким-то там проблемам поэтому лучше всего использовать доллар скобки ну и так как бы очевидно и понятно и тогда что поэтому вот рекомендую именно вариант номер один и так давайте тренироваться собственно с сохранением вот вывода переменной вывода команды в переменную все осталось там только потренироваться и так что же мы будем туда сохранять в эту самую переменную у нас есть команда какая команда юный юный например минус эй и вот я вот хочу вот это вот все дело то что у нас выводит эта команда я хочу дальше сохранить в переменную давайте тоже это все сделаем и так значит переменная у меня будет называться current system и соответственно я туда сохраню все это дело и так поехали к ренд нижнее подчеркивание систем равно значит вот здесь важный момент без пробела до без пробела ставите равно и соответственно дальше у вас идет доллар открыли скобку и идет вот та самая команда которая должна отработать юный пробел минус эй минус эй ну а дальше нажимаем enter смотрим что все у меня отработало отработало то то есть команда успешно и так как мы ничего не видим это означает что все записалось в переменную до важный момент коллеги когда вы будете писать вот такие вот скрипты вот так вот это дело все тренироваться там выполнять то я вам в начале рекомендую выполнить саму команду убедиться что она вас успешно да то есть вот я написал юнеем по минус эй посмотрел что у меня все успешно здесь как говорится отработало и потом я это дело создал уже в виде переменной да то есть вот такой вот принцип написания всех вот этих скриптов поехали дальше следующий этап нужно как-то вывести значение переменной в консоль для этого мы воспользуемся стандартным способом это командой эко и так делаем эко пробел минус и минус и что делает будет интерпретировать управляющие символы ну а дальше пишем май май коррент систем из издан соответственно дальше коллеги уже начинается спец символы дан соответственно обратный слэш н обратный слэш н вот это означает перейти на новую строку ну а дальше мы пишем нашу переменную нашу переменную соответственно вот я буду писать без пробела то есть чтобы у меня все было именно снова или давайте с пробелом напишем а потом подправим это дело и так пишем доллар ну и соответственно название моей переменной к ренд нижнее подчеркивание систем систем дальше закрываем двойные кавычки нажимаем enter ну вот пожалуйста я увидел значение моей переменной обратите внимание то что когда я вводил команду юный минус это у меня все начиналось именно вот с нового абзаца да а здесь вот посмотрите здесь есть вот такой вот пробел где же этот пробел а вот он после n после n да поэтому давайте исправим эко минус и май карен систем из обратный слэш н и сразу доллар карен систем ну и соответственно вот так вот посмотрите теперь меня все красиво вывелось здорово да то есть вот таким вот образом вы можете это дело использовать дальше где-то там в при написании ваших скриптов при написании ваших скриптов поехали дальше давайте еще потренируемся значит давайте попробуем сохранить в переменную результат выполнения команды find только теперь будем использовать обратные кавычки обратные кавычки перед тем как сохранять коллеги опять-таки давайте вначале выполним команду убедимся что она у меня успешно работает ну и соответственно потом будем уже сохранять в переменную и так команда следующая суда дальше find find что мы будем делать искать где искать в текущей папке кого искать файлы файлы до дальше что мы делаем с результатом выводим на экран дальше ставим вертикальный слэш про вертикальный слэш я рассказал на прошлом мастер-классе мы перенаправляем поток вывода стандартный поток вывода куда в другую программу у меня конкретно это будет wc минус л таким образом мы подсчитаем количество файлов найденных у меня в текущей папке и так нажимаем enter вводим пароль отсюда так enter ну и пожалуйста вот файлит у меня нашел 79 тысяч 813 файлов у меня в текущей папке что там что-то дофига честно говоря я даже сам удивлен и так команда файлит у меня успешно теперь осталось сохранить вывод моей команды find ну то есть число семьдесят девять тысяч восемьсот тринадцать в переменную перемены у меня будет называться mount файлы давайте ее создадим но он так нижнее подчеркивание файлы с дальше равно и вот здесь вот уже начинается обратные кавычки соответственно ставим обратные кавычки и пишем уже мою команду судам find . минус той файлы искать да print значит перенаправляем в wc минус л ну и дальше коллеги обратите внимание закрывается это дело все обратной кавычка не забывайте да то есть если вы открыли то нужно закрыть итак нажимаем enter смотрим что все отработало успешно до ошибок никаких нет значит все успешно ну и по и по и получается у меня появилась переменной mount файлы опять-таки для того чтобы узнать значение этой перемены воспользуемся командой эко и так пишем эко за сера дальше идет моя переменная пятки через доллар к ней обращаемся эмоунд файлы 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 так дальше in the current current directory так 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 закрыли кавычку двойную нажимаем enter и пожалуйста мы видим такой вот красивый текст раз семьдесят девять тысяч восемьсот тринадцать in the walking in the current directory да то есть вот вот такая вот интересная штука пожалуйста там здорово то есть вы можете выполнять сохранение вывода команды файл ну а дальше это где-то там использовать да то есть при написании ваших скриптов для автоматизации тех или иных задач значит коллеги теперь вот важный момент это вот такой вот подводный камень о чем бы я хотел еще с вами поделиться то что любая переменная она использует определенный кусок оперативной памяти вашей операционной системы поэтому с этим нужно быть осторожным почему потому что можно например что-то записать в эту переменную большое большое ну например запихнуть базу данных размером там 10 гигабайт какой-нибудь из ql файл и соответственно ваш linux ваша система может вообще как говорится стать раком и ни туда ни сюда и поэтому чтобы вас этого не произошло есть более хитрый способ вы можете делать по сути вложенные команды да то есть вы можете не использовать перемену для сохранения результата а делать именно вложенные команды такое тоже практикуется и весьма тоже неплохо и так давайте потренируемся делаем эко минус и ну и вот вот смотрите как мы нашу команду по сути модернизировали и так май май карант к карант к карант к карант систем систем из издам теперь смотрите что я делаю дальше так обратный слэш n а потом посмотрите у меня будет вложенная команда то есть можно использовать команду внутри команды и таким образом экономить на оперативной памяти и так а дальше идет наша команда юнеем минус и например тогда закрыл и двойную кавычку тоже закрыл и так нажимаем enter и посмотрим вот она вот она да то есть по сути то же самое при этом мы переменную не использовали при этом мы сэкономили оперативную память и вот собственно система как говорится штатно отработала вот такая вот интересная штука и так коллеги в кого получилось как у меня пожалуйста напишите цифру 1 в чат и это означает что вы супер пупер молодец что вы научились сохранять вывод команды в переменную причем двумя способами да и узнали основные важные моменты основные подводные камни которые возникают вот в процессе такого дела значит коллеги постарайтесь все это дело проделать почему это важно потому что самое главное ваша задача как айтишника это автоматизировать все ваши задачи весь ваш труд нужно автоматизировать для того чтобы вы ничего не делали высадившееся время то есть время которое у вас появится от автоматизации вы потратите на обучение на обучение на развитие свое это приведет к тому что вы повысите вашу заработную плату соответственно можно будет работать меньше получать больше ну или работать также но зарплата будет в разы больше этом коллеги вот чем нужно к чему нужно стремиться вот такая вот задача и так если для вас был сегодняшний мастер-класс полезным оцените его лайком также коллеги предлагайте темы для будущих мастер-классов все наши мастер-классы по сути по вашим заявкам поэтому вот может у вас там что-то не получается или вы хотели бы чтобы я там объяснил какую-то тему то пожалуйста предлагайте я с удовольствием это дело все расскажу ну а если для вас интересна тема линукса сетей кибербезопасности программируемых систем то я вас приглашаю к нам на курсы где вы сможете систематизировать все ваши знания формате learning by doing да то себя вот так вот делаю вы за мной повторяете все получается ничего сложного нету все можно освоить как результат вас будут международные сертификаты ну и что самое важное мы еще помогаем с трудоустройством в большие международные компании поэтому присоединяйтесь добро пожаловать собственно на этом коллеги все ассалам алейкум мирному вашему берегите себя своих близких несите тяготы друг друга помните что сила в единстве поэтому если что-то не получается то пишите комментарии пишите в мой личный ватсап все что в наших силах вся наша команда будет вам помогать на этом все до свидания а